Добрый день Тут я смотрел рекламу Видел рекламу в Казани Какое-то намечается грандиозное шоу Ну вроде как какие-то там просто шоу И виртуальное шоу Но в рекламе еще показали каких-то бесов Виртуальных естественно Так вот возникает вопрос Стоит ли такое шоу смотреть Потому что если там изначально уже в рекламе Нечистую силу показывают Если изначально нечистую силу рекламируют Значит это уже о чем-то говорит Далее Ну во-первых А что такое шоу Развлечения Возникает вот с христианской позиции Не с позиции просто народа А повеселиться А с позиции нормального христианина А нужно ли шоу вообще Для чего нужно Ведь шоу это пытается человека отвлечь От этой жизни Рассмешить, посмешить, отвлечь Мы живем в этой жизни И мы должны жить этой жизнью И помните о том Что там есть другая жизнь И эту жизнь строить так Чтоб достойно войти в ту жизнь А когда мы отвлекаемся То мы и от этой жизни отвлекаемся И тем более от подготовки в ту жизнь Отвлекаемся А ради чего? А чтоб хи-хи-ха-ха И все Или просто азарт Просто у человека в азарте А азарт это очень страшно Потому что когда человек владеет собой То есть когда человек не в азарте Так он критически воспринимает Любую информацию И естественно дьявол нас всех искушает Но хочу искушаюсь Хочу не искушаюсь А если человек впал в азарт Не важно какой Спортивный азарт Еще какой-то другой азарт Там Кого-то там может быть Блудный азарт Может напасть там Ну не важно какая страна Злость Тоже можно сказать азарт Когда человек не управляет собой Злится вот и все Гордыня Бывает такая Что пускай будет мне плохо Пускай все потеряю Пускай останусь там Разведусь Ну потеряю все Но будет по-моему Тоже азарт Можно назвать То есть страсть Страсть Так вот Когда человек поздает в азарт Туда спокойно проникает Нечистая сила И завладевает Человеком И его волей А воля Образ и подобие Божие Так вот Любой азарт Это уже плохо Спортивный азарт Тоже плохо Многие могут возразить Там здоровый азарт Азарт Никогда не бывает здоровый Первое Второе Ладно Оставим пока Физический азарт А давайте посмотрим На виртуальную часть Раньше все эти шоу были Там и состязания Там спортивные Ну все что угодно было Но оно было По крайней мере Хоть реальное А когда это Виртуальное Знаешь Оно уже заведомо Бесовское Почему? Потому что все очень просто Логика Обычная элементарная логика Бог реален Сатана себе Противопоставил Богу Значит он виртуален Все что виртуально Оно так или иначе Связано с нечистой силой Оно так или иначе Ведет к нечистой силе В любом случае А если еще это виртуально Да с азартом Это откровенные Каждый открывает себе Врата для нечистой силы Врата души своей Заходи Будь там Владей мной И они же и не скрывают Уже покажут Какие-то бесы Какие-то там монстры Какие-то там Птицы феникс виртуальный И все прочее Поэтому Советую Очень к этому мудро подойти И еще Прошу задуматься Очень сильно Прошу задуматься Ведь с чего Началась Великая Русь О съявлении Иконы Божьей Матери В городе Казани С этого момента Появилась Российская империя Так можно сказать Теперь Казанская икона Божьей Матери Во время Многих войн Нас спасала И с ее помощью Мы побеждали С помощью Казанской Иконы Божьей Матери В том числе Победа под Сталинградом Исключительно С ее Заступничеством Облетали Войска молились Перед Казанской Блокада Ленинграда Была снята Потому что на самолете Облетели С Казанской Божьей Матерью Одесса была защищена Казанской Божьей Матерью И так далее Так далее Так далее Жуков Маршал Возил с собой Образ Казанской Божьей Матери Не буду все перечитать Значит Представь Богородица Иос в Казани Началась империя И вдруг Опять же В Казани Появляются Виртуальные Образы Нечистой силы Да еще Когда Когда идет война СВО Казал Мы должны молиться Все За наш народ За нашу армию За наши войска За нашу победу Молиться все Так Мы опять Начали поклоняться Казанским бесам Или бесам Которые явились Или хотят явиться В городе Казань Я не говорю, что они там Казанского происходят Но хотят явиться В Казани Я считаю Это Это некое кощунство Над Тем, что происходит Сейчас И так страшно И так Великое горе Война идет Надо молиться За нашу армию За наш народ Так И вместо того Чтобы Узнать мольбы за армию У нас всякие шоу У нас всякие там Состязания У нас отдыхи У нас какие-то там По телевизорке Там опять же Шоу Одна часть воюет Погибает за родину За свободу Других славян Так погибает Война против В первую очередь Против кого? Против НАТО? Так А мы развлекаемся А мы веселимся Это ненормально Я еще раз говорю Вот я прошу Может быть я что-то не понимаю Но в этом Легко усмотреть Некий знак Империя началась Наша Именно вот империя С явления Престой Богородицы В городе Казани И сейчас Нам готовят Явление Виртуальных сил Обозначенных Зачастую бесами В городе Казани Поэтому я прошу Задуматься И Не отвлекаться На эти шоу А побольше Пусти себя В молитве В молитве За наше Отечество За наш народ И за победу Нашего оружия За победу наших Солдат Всего доброго Солдат